Гитанос Ноуседа родился в мае 1964 года в городе Клайпеде в Литовской ССР, современная Литва. Там же он провел детство, учился в местной школе, увлекался музыкой, а потому родители записали сына в хор мальчиков Джин Тарлес. Как правило, летние каникулы проводил в деревне Будвичаев в гостях у бабушки и дедушки. Гитанос рос в образованной семье, его отец Антанос Ноуседа был инженером и работал в должности главного энергетика на Клайпедском целлюлозном комбинате. Мать Анастаси Ноуседине родом из литовской деревни Лоздининкой преподавала в школе физику и математику. Помимо него, родители воспитывали и дочь, которую назвали Виллей, как и младший брат, она тоже имеет экономическое образование. Получив аттестат зрелости, Ноуседа подал документы в университет, однако юноше не удалось сдать вступительные экзамены. Следующую попытку он предпринял только через год, в этот раз Гитаноса зачислили в Вильнюсский университет на факультет экономики промышленности. В 1987 году после защиты диплома молодой человек решил продолжить образование. Завершив обучение в аспирантуре Alma Mater, он два года стажировался в Мангейнском университете в Германии по программе академического обмена, а еще через год защитил докторскую диссертацию в области социальных наук и отправился на стажировку в Бонн, в Бундестаг. Одновременно с получением профильного образования Гитанос дополнительно изучал английский, русский и немецкий языки, которыми теперь свободно владеет. Первая работа в биографии Гитаноса появилась в тот момент, когда он не сумел поступить в ВУЗ. Чтобы обеспечивать себя самостоятельно, молодой человек устроился в Клайпетскую аптеку техслужащим, правда, продержался там недолго. Сразу после окончания Вильнюсского университета Ноуседа сменил статус студента на преподавателя экономики и посвятил этому 17 лет. Параллельно он не только продолжал свое образование, но и работал в Институте экономики и приватизации, возглавлял отдел финансового рынка в Антимонопольном комитете, вел экономическую колонку в литовской газете «Лайтовас Ритас». В банке Литвы Гитанос в 1994 начал с кресла замначальника отдела по надзору за коммерческими банками, после чего возглавлял департамент денежно-кредитной политики, а в 1998-2000 входил в состав членов правления. Свою банковскую карьеру Ноуседа продолжил в крупнейшем коммерческом банке страны Эйби Вилниас Банкас, 2000-2008, а затем и в литовском отделении шведского банка СЭП, 2008-2018, где занимал посты главного экономиста и советника председателя. В 2004 году Ноуседа поддержал избирательную кампанию Валдаса Адамкуса, который в ту пору баллотировался на пост президента Литвы. Адамкус победил на выборах и, став новоизбранным главой республики, назначил Гитаноса своим советником, в этой должности он находился до 2009 года. О том, что Ноуседа собирается баллотироваться в президенты Литвы на выборах 2019 года, стало известно уже в сентябре 2018-го. В ходе предвыборной программы он вместе с женой посетил множество городов и побывал в местных социальных учреждениях. При этом формально мужчина не принадлежал ни к одной из действующих в республике партий, но выступал как независимый кандидат при поддержке консервативной партии «Союз Отечества», «Христианские демократы Литвы». На президентских выборах в 2019-м Гитанос Ноуседа одержал победу, правда, не сразу. В первом туре набрал чуть больше 30% голосов избирателей, а потому был вынужден встретиться во втором этапе с Ингридой Шимонити. Количество голосов за мужчину, собранных с 1972 избирательных участков, в процентном соотношении составило 65,86, в то время как Ингриды набрала лишь 32,86%. Поскольку в первом туре лидеры избирательной гонки шли нога в ногу, никто не мог достоверно спрогнозировать победу политика. Свой 55-й юбилей Гитанос отметил как раз в период между двумя турами. А потому дочери, приехавшие на родину, поздравляли отца сразу с двумя важными событиями. Супруга тоже все время находилась рядом и поддерживала мужа. С приятными пожеланиями к нему обратилась и Ингрида, которая достойно приняла поражение. В ноябре 2020-го Новоседа назначил ее премьер-министром. Гоздиатель неоднократно выступал против строительства белорусской АЭС в 40 километрах к востоку от столицы Литвы Вильнюса. И хотя в феврале 2020-го станция была проинспектирована Мугате, после включения в сеть первого энергоблока Гитанос призвал Украину, Латвию и Эстонию к бойкоту белорусской электроэнергии. Но страны ЕС не смогли обойти существующее еще с советских времен энергетическое кольцо Брелл. Несмотря на тот факт, что Россия является главным литовским торгово-экономическим партнером, отношения между странами, по мнению российского МИД, зашли в беспросветный тупик по вине Вильнюса. 24 февраля 2022-го Новоседа объявил чрезвычайное положение из-за начала спецоперации РФ в Украине и призвал к жестким санкциям против РФ и Беларуси. С будущей женой Гитанос познакомился еще в студенческие годы, и кличная жизнь сложилась удачно. Диана Непайте на уседине, ровесница супруга, имеет инженерно-техническое образование. До того, как устроиться работать по специальности, женщина руководила швейным ателье. Получив высшее образование, стала преподавать международный протокол в бизнес-школе Вильнюсского университета. За годы брака у пары появились двое детей, обе девочки. Высшее образование они получали за границей. Старшая Гидайля училась в Бельгии на археолога, младшая Угнё, во Франции, в университете Винсенсенде.